Здравствуйте, мои дорогие зрители! Смотрим Supreme Commander, игру и так-то масштабнейшую! А здесь ещё и 7 на 7, то есть 14 игроков! На одной карте, как бы сессионки такой, это будет мега-гига! И они ещё и высокорейтинговые, они ещё и ультратоповые, и ресурсов ещё гигантские количества! Смотрите, обычно такого нет, но компьютер сгенерировал такую карту, где ресурсов гигантские количества! И они такие, блин, что же там с ними делать? Наверное, оборачивать в атакующие юниты и идти максимально быстро в атаке! Сверху вот розовый Юди, который, ну, такой, имеет фанатов по всему миру из-за его мега-стайла и то, что он часто прикалывается, настолько он круто играет! Он даже чаще бывает прикалывается в играх и всё равно побеждает! Ё-моё! Жёлтый эсперанто, это наш ру-игрок! Высочайший рейтинг! 2300! Так, блин! Так, в нижней команде, кстати, второй, второй по рейтингу, не первый, не первый! Почему? Потому что здесь блогер фиолетовый! Кстати, где он? Куда он делся? Вон он пошёл на передовую! Блогер, это Финн! Ультра крутой, блин, круче него! Я не знаю даже, дорогие друзья, есть ли или нет! Однако, сверху от синего, 1800 рейтинга, нейтрон Алексей с Украины высылает первого бомбардировщика! Наблюдаем! А-а-а! Инженер такой! Так, это был первый удар в этой битве! Летит транспорт мирный с инженерами! Захватывать си углы и много всяких реклеймов! Там ещё один инженер! А-а-а! Понятно! Синий бомбардировщик! Он такой, я уже не понимаю, что-то колбасит меня с синей! И кидает бомбы! Куда пошёл? Ага, вот сюда, посмотрите, инженеры! Инженеры пока не обнаружены! Блин, транспорт мирный с инженерами был так же не выгружен! Точнее, выгружен! Но уже остовые обугленные груды металла! Пок! Ладно! Джи-джи пишет эсперанта! Нижняя команда! Наш уже говорит, Джи-джи, дескать, игра слита! Третий зал под синего бомбера! Всё в напалме, выжжен металл, он аж испарён! Он испарён до уровня молекул! До уровня вот этой пыли! И пыль аж испарилась, ёма! Вот какая температура там высокая! Фак, мимо! Инженер такой, ха-ха! Я был отворочен от пламени самой судьбой! Угу! Ну, сейчас, походу, это истребитель-то свой, это истребитель его охраняет, блин! Нейтрон ещё двоих инженеров забирает одним залпом! Получается, у него один залп, один киллс! Ну, один был пустой залп, его, соответственно, уже пошли последствия, там один залп, это два киллса он забрал! Так, ладно, внизу ещё кто из крутейших, прям мега-крутейших! Ну, рыжий, 2200 рейтинга, крутой! Блэст щилд, цвет вот этого! Ну, я не хочу сказать цвет говна, но... Да, похож, Блэст щилд, американец 2000, тоже крутой! Бомберы тут поджигают, но он с Блогером нормально должен себя чувствовать в безопасности! Блогер там что-то грейданул себе, что ли? Да вроде нет, но стоял, что-то там реклеймил, может быть, эффекта не было! Так, здесь уже первая стычка командиров сверху, Сладаунуб! Сладаунуб, ну, 2200 рейтинга, вы знаете, он не сказать, что, извините, прям большая персоналия именно в играх Суприм Коммандер, как, например, Юди, вот этот розовый, да, но он просто крутой игрок! Но каких-то из него выходок не замечено, то есть он не рок-звезда! Вот он, Сладау, который тёмно-чёрный, но хороший игрок, на него наступает Спайкинуб, тоже хороший, только не рок-звезда, 2100, более-менее не вровень, хотя, смотрите, ух ты, как много Матиса подводит сюда вот этот сиреневый парень! И мешает отойти своим Матисам, то есть расстояние не увеличивает Сладаунуб, а увеличивается у него потеря здоровья! Отвали! Пишет Сладау Кэп с большими буквами! Вот он, Сладаунуб, он это пишет, отвали! Ну, отвали вот постепенно, но рефан белый, это снизу, правда, он снизу тоже вступает в битву, помогать! И синий там сверху нейтрон, сам выходит, который первого бомбера сюда слал, выходит сюда лично разобраться! Так, не, ну нам нужен, конечно, сплэш-скрин! Есть сплэш-скрин! Далее, кстати, ребят, на бусте у меня недавно вышел каст переклюкающийся, вот с этим тоже по масштабам! Гигантское количество ресурсов, тоже все топ-игроки, там было просто экстра-вакханалия, экстра-класса, хвалю! Хвалят другие люди, и вообще рекомендую, ссылка в описании, там больше кастов моих! Но сейчас, я не знаю, как будет, поглядим! Так, еще один бомбер, а это тот самый, что ли? Тот самый синий бомбер, уже 9 киллсов у него, а-а-а! Тот самый, да? Ну-ка, поглядим, ну-ка, поглядим, давай, сделай, есть зап! Бомбы полетели, сколько киллсов? Один киллс и немножечко подгорел, также страйкер медиум! Так, еще один зап, но минимум, мимо, то есть мимо! Так, ладно, что по-другому, у нас флангу также справа есть битва, кстати, в том касте, что на бусте, там было так, что оба фланга закрыты, а по центру было открытие, наоборот, и все перли именно в центр, там была вакханалия, а здесь, видите, она все-таки разделена по двум сторонам! Так, ну тут везде экшен, ребят, везде, я сразу скажу, за всем не уследишь! Уилли, ох ты, ребят, сверху Уилли играет! Это который фарм слетит, 2400 рейтинга, самый высокий, ну Юди с ним одинаково, 2400 рейтинга, самый высокий рейтинг в верхней команде, это очень круто! Резинуб с Молдавии, тоже наш, Ру, очень хорошо играет, и причем еще и модератор, но Блодер вот вместе с Бласт Чилдом наступает, Бласт Чилд, да, так и имеет свой спам, Блодер наступает почему-то пустой, почему, непонятно! Не, ну Ганн запгрейдзил, запгрейдзил Сиганн, то есть у него на базе там происходит всякое, а он сам тусуется на передовую, чтобы использовать командира как героя, как такой ранний юнит с большим количеством здоровья, толстым, с большим уроном помочь Бласт Чилдом! Сверху ситуация, ну аналогично, у Бордового что-то было, зеленый Уилли за компанию, так сказать, за компанию! В Фармслете, кстати, очень много играет с Супком, и вот то, что Уилли, Уилли, да, никнейм, это Колясочник, то пошла такая спекуляция, но в основном, вроде как, у меня в голове, по-моему, я нигде не видел этих обсуждений, только я, вроде как, сам это и подумал, что, возможно, он инвалид, коля... типа, Колясочник, в коляске сидит, поэтому Уилли, и потому что очень много играет с Супком уже годами, годами, там, тысячелетиями, но это просто предположили, знаете, так вот, у меня, блин, до сих пор не все слизи вышли из Витя, ну так, в голову мысль пришла, вот я ее высказал, по-моему, даже раньше я ее высказывал еще, вот, кстати, еще Уэлл Шмерт сверху играет, красный, точнее, снизу, вот он красный, ну, по рейтингу 1700 здесь, в такой игре, это, можно сказать, ничего особенного, потому что все остальные повыше, а так-то нет, так-то крепок, так-то крут, ставится отметка на нейтронность сюда, дескать, давай попробуем его забрать, он с Беларуси, вот этот красный, мало ли, кому интересно, вот он с Беларуси, по-русски разговаривает, так, пытается обортануть на магнитрон, но он сам отходит, он понял, что, дескать, все, на заводы идет атака, пушка здесь нарежет хорошо, два киллса уже, будет больше, может, даже пять, мантисы, стратежно стоят стенки, эти две стеночки должны защитить от некоторых выстрелов, но в пушку даже не стреляют, кстати, она наносит все больше и больше халявного для нее урона, а, ну, потому что они хотят поймать черного командира, вот эти двое, те самые, которые наступали, желтый эсперанта к ним подсоединяется, рефан, спайки, ну, здесь еще как будто кто-то был, рыжий, что ли, я уже не помню, но сладого пытаются они ловить, возможно, что не получится у них, ждем воздуха, 9 минут 40 секунд уже прошло, все-таки от начала игры, ребят, масштаб будет, ресурсов у них гигантские количество, 2, соответственно, поэтому ожидаем, у джинстада полное здоровье, он тут думает немножко потанковать, но вы знаете, 11 тысяч, 11 тысяч у него, это маловато, среди... Среди всех командиров изначальное здоровье самое низкое, хотя вроде, слушай, не, погоди, у кибранцев вроде 10 тысяч даже, да, но все равно маловато, что-то он вот, смотрите, потанковал, буквально чутка совсем треть здоровья уже потерял, FTX команду сверху, бирюзовый, это американец вроде, он пишет, что лол, эпично мы уже потеряли оба угла, то есть вот этот угол, да, зерцой, и этот уже удерживает блогер здесь своим спаумом, да, они потеряли, это правда, и по центру также, ебаный, джинстад, здоровье 200 даже было, 200, он отталковал, так атакуй, голубой, а, так голубой, это верно, это он и есть, он и есть, голубой сам себя атаковать не будет, чтобы сдохнуть, поэтому боль-мень, боль-мень, так какие-то, не бомбер, нет, джинстад, неужели отойдет, джинстад отходит, а здесь тем временем окружает еще FTX команду, но он побольше может потанковать, не 11 тысяч у него здоровья, а 12, ну, хотя, фиг его знает, FTX команда пишет, что, дескать, наверное, голубой ничего не сделает, ничего, кроме ганшипов, штурмовиков, ну, может быть, может быть, это правда, но сам FTX команда сейчас, походу, сдохнет, первая смерть у верхних все-таки, там Юденский, там розовый Юденский, по идее, многие, я думаю, поставят на верхний, что они победят, там вы ли зеленые фармслейки, вот они вместе стоят, ох ты, а чтобы вот так там кататься, нужно больше времени, больше денег, меньше работать, ну и быть, соответственно, востребованным специалистом, обучиться IT-профессии могут оселить грузчики и продавцы и маркетологи, любые, в этом поможет HTML Academy, самая сильная экспертиза у них в веб-разработке, признанная вузами высочайшее качество содержания, тренажеров практических знаний бесчисленное количество, двигают рынок вперед, развивают сообщества, больше всего наставников со всей России, естественно, помощь в трудоустройстве, и по окончании обучения вам дают сертификат от одной из самых экспертных школ в сфере веб-разработки, в курсе фронтенд-разработчик, у вас будут записи прямых эфиров, интерактивные тренажеры с наглядной демонстрацией верстки, учебные проекты, которые уже включаются в ваше портфолио, и помощь дежурных наставников в закрытом чате, и сейчас, дорогие друзья, внимание, скидка 87%, экономия 132 тысячи рублей, другой такой возможности не будет, переходите по ссылке в описании на сайт, и оставляйте заявку. Уверхник большой, вообще, предъява, так сказать, на победу, но здесь эсперанто желтый и фиолетовый, вот эти двое, это просто смерч, ураган, смерч. Я думаю, что они, наверное, победят здесь, хотя фиг его знают, сверху вот эти зеленые и розовые, но пока они просто себя никак не проявили. Ну, в общем-то, и нижний фиолетовый с желтым тоже себя никак не проявили. Наблюдаем дальше, Турбо-2 с Америки, 2200, рыжий, он обычно за рыжий цвет играет, легко его узнавать, ну, как Юди вот за розовый высылает своих Янусов, Янусы, я думаю, большого эффекта не возымеют, будут уничтожены истребителями, да, довольно быстро это происходит, ну, что-то пожгли, что-то пожгли. Ну, в общем, масштабе это не имеет такой прям мега картины большой, не имеет большого прям значения. Вот у него еще и танки здесь заходят, и здесь что-то прокликано, я вижу зеленое. А, это он же и прокликал, он будет забирать еще 4 масс-экстрактора и еще вот эти, и уже все прокликано, Турбо-2 не тормозит и не торопится. Нормально у него все в нужном темпе, в очень быстром полетела тактичка. Куда? Может быть, в командиры, кстати? Он бы, если бы попал, если бы командир не двигался, вот он у него, хоп, 6000 урона нанес бы, 6000. Сейчас уже складывал 8000. Интересно, лайк. Нравится мне такой мув, но, правда, тактичка ушла в нуля, в никуда, в минус даже, потому что она стоит довольно дорого. А вот если по генератору Т2, вот это круто было бы. Ну-ка. По заводу 6000 урона, но не генератор. Лучше бы, мне кажется, было взорвать генератор, потому что завод-то стоит, в общем-то, живой и ничего не происходит. Сверху Юди пошел вперед осваивать, осматривать свои владения и говорит, ладно, сами вы ничего не можете, мои сокоманники, придется мне лично выходить. Хорошо. На левом фланге пока ситуация поинтереснее, справа там блогер, вот они как-то больше в пассивку играют, да. Ну, хотя, ну, здесь стычки-то есть. А вы знаете, как видно, что стычек мало? А вот по реклейму, вот я нажму. Да, конечно, реклейм постоянно бордовый, но он-то здесь один инженер так быстро бы не смог все забрать. Вот всего, всего четыре осного лежат. Они не воюют. Они просто там тусуются. Ладно, вперед пошел нейтрон, теперь лично с регеном. Он пошел собирать ТМЛ-ки. Убейте уже эти ТМЛ-ки, черный пишет. Позясь, а быстрее убейте. Ну, вот эти ракеты, которые по нему стреляли, дальнобойные, про которые я говорил, что в минус там ушла одна, не попала в командира. И вот лично вышел нейтрон вперед. У него мобильный щит, у него здесь антиэр есть, две штуки, два флака мощные, любые штурмовики будут быстро обезврежены. Ну, на этой стадии игры, на Т2. Т3, конечно, нет. Вышел он лично вперед, ничего не получилось. Спайки нубы ходят, и походу, что избавиться все-таки от этих флаков можно будет летать. Бесполетной зоны уже нет, все. И также ПРО уничтожены, которые уничтожают те самые тактические ракеты. Тактически можно заново пулять, но я, правда, так и не увидел. А пусковая установка-то уничтожена или нет, Белая? Я не вижу ее. Наверное, она и уничтожена. Наверное, наверное. Здесь бомберы стреляли по вот этому спаму. Видимо, здесь оранжевых немножко полегло. Но прилетели Т2, вот эти Янусы, которые как бы напальщики. Имеется в виду, напалмом стреляют. Они напальщики, но они еще и по истребителям, по бомберам могут подстрелять, так как они еще и истребители. Но, правда, Т3 у Уилли, Уилли вышел в воздух. Вышел в воздух, он очень быстро и хорошо. У Т2 Джинстада, кстати, как там у него здоровье? Помните, он 200 здоровья-то отходил. Как там у него? 5 тысяч от Ригенил, кстати, ищет себе делать, чтобы быть безопасным, потому что у него сейчас 5 тысяч, можно его и подфокуснуть. Ох ты! Так, в атаку пошли. Теперь атака есть. За нейтроном, за нейтроном в догонку отправились таки Спайкин Уб и Рефан. Рефан. Интересно, Рефана они хорошо поддавят, точнее, не нейтрона. А Рефан, вот он, Рефан белого цвета. Идет, у него хорошее здоровье, у него реген, у него 19 тысяч щита сверху, который переливается. А у нейтрона щита такого нет, у него реген есть, а щита на 19 тысяч такого нет, у него 12 тысяч здоровья с собой. Здесь еще Лейлист, но Лейлист, ладно, 2 Лейлиста это еще ничего. С этим можно справляться, но белого многовато уже подходит, с разных сторон, тем более сладо у Нуба. Но у этого парня прокачан реген, он готов встречать всякие войска, готов принимать на себя урон, тем более в него даже и не стреляют. А, наверное, и хорошо, вы знаете, белым не нужно стрелять в этого командира, потому что все будет отрегенено. Видите, у него 80 здоровья в секунду. Так, Спайкин Уб сообщает, убей HQ завод и мы ливаем, ливаем, уходим. Вот он, HQ завод, по которому тактичка стреляла, кстати, вот генератор генераторов взорван. Так, HQ завод повреждается потихонечку, но здоровье сейчас начнет урифана и сливаться. Так, есть, HQ завод пал. Упали у него эпично элементы там здания или чего. Соответственно, белые начинают отступать, правильно. Так, назад, нет? Типа, назад, нет? Сиреневый говорит, да, назад, нет, все, назад, уходим. Бомберы Т1 в Аханале устраивают, ребят. Вот это масштаб, а! Здесь происходит столько всего одновременно. Я не могу даже, я вижу там, вот здесь в углу, видите, бордовый там сражается против блогерских титанов. Бордовый титан, да, они размениваются, они там что-то пытаются. Здесь вот на передовой командир бордовый вышел, но не критично пока. Непонятно, все, сразу не увидеть. Ох ты, следовый нуба! Здоровье у него тратится критично теперь. Так, голубой пытается использовать свои Т2 штурмовики, те самые, но зап сделали. И, кстати, очень интересно то, что они начали удаляться, разворачиваться, а потом только сделали последний зап. Хорошая микро. У голубого здесь было в этой атаке, пару запов он сделал. А вот такие, а что у Рифана-то здоровье полное? А у него щит сбивали, вот этот, на 19-й щит. Так, здоровье уже желтое, спайки, точнее, у Рифана, который атаковал вот этот завод Т3. И вот он сбит, да, он сбит, и они отходят. И спайки, ну, пытается его протанковать немножко, ну, в том плане защитить своим телом. С телом своим не получается, но должны отходить, должны. Тем более, здесь даже скорее угроза вот на этого парня, на следового нуба. Да, и от Рифана, смотрите, заходят в угол к нему. Ну, не в угол, куда там? Заходят хорошо к нему в тылы. О, ух ты! Рифан даже решается немного вперед подойти. Синий тут отбивается от белых, но очень хороший урон, очень хороший урон. Я не знаю, но у спайки, кстати, здоровье тоже тратится. Начинает тратиться, блин, 8 тысяч. А, штурмовики налетают. Блин, очень много штурмовиков. Э, а что он взорвался-то? Он не то взорвал, спайки и нуб. Что он написал? Почему спайки и нуб на жалку? А, он сам себя взорвал, ребят, все. Он сам себя взорвал. Розовый взорвал сам себя специально, не давая уйти черному. Но черный ушел! Он полторы... он 2500 урона со своего взрыва. В общем, командир взрывается, 2500 урона наносит. И он нанес по Сладову урон. Но не получилось, этого не хватило. Белый-то где? Где белый-то войска? Отходит назад, Рифан. Синий за ним. Не получилось у спайки и нуба разменяться. Сладову пишет черный. Фак ми, говорит. Фак ми. Ну, понятно, понятно. Окей. И вот он бомберов высылает на Рифана. Неужели спайки, ну, попростоволосился? Он сам себя взорвал. Нанес урона 2500. Но это никак не помогло. И это еще и подставило его Рифана. Рифан уже тоже урон 2500. Его союзнику белому пошел. Тоже пошел. Я не думал. Мы хотели убить Рифана, говорит Сладову. Мы хотели. Риф... Не, ну, такие убили. Такие убили. Минус 2 у нижних. Фак. Неудачная атака. Здоровья было много. Но, блин, а Т3 теперь тем временем здоровье. Это Т3 появляется. Точнее, штурмовики Т3 появляются уже у голубого. Фак. Так, я не туда нажал. Погоди. А что с нумпадом? Да я пытаюсь жать. Короче, разобрался я. Вот, жму. Хоп. Это был Фаил с этой стороны. Тем временем серьезный дядя на другом фланге. Абсолютно другой фланг. Идет абсолютно другая история. Очень много здесь титанов от Блодера. Он любит своих титанов, да. И гигантские количества. Они лякаться, ложатся. Они полегли. Многие полегли. Резинопта кидает на овершарж. Кидает на овершарж. Есть. Кину на овершарж. Но два только сдохли. Очень мало титанов. Сдыхает взрыва. Но он. Минус один делает Блодер. Тем более его отряд. Боль-мень жив. Так, две трети отряда еще и живы. Да они, правда, покоцаны совсем. Ладно. 14 здоровья. Разве это жив? Но у него как щит восстановился. 700 сверху еще и есть. Чутка. Чутка есть. Так. Юди начинают строить своих Рэмбо. Вот это Рэмбо. Студики. 30 тысяч здоровья. Много. Но главное это реген. 265 регена. Это очень жирно. Очень жирно. И урон-то у них, наверное, 300 или 400 там даже, да? Да, это жирновато. Что еще есть, ребят? Что еще на этом фланге? Ребята подчистили. Здесь был блокпост от верхних, от синего, да? Нижний подчистили. Здесь блокпосты. Три юнитами кирпичи. Вышли с поддержки даже мантисов, даже антиэйр. Еле-еле такой дохиль. Ну, наверное, против Т2 штурмовиков голубых. Которые, правда, уже не актуальны. Левый флаг сейчас начнут продавливать. Следоу и нейтрон. Вот они черные и синие. Они, зная свой успех, вдохновленные своими снайпажами здесь и фаилом от спайки Нуба, который сам подорвался, начнут постепенно выдвигаться вперед. Но, знаете, маловато Т3 юнитов. Вот у черного много, да. У него титаны. Та же самая тактика, что у блогера. Блогер, кстати, там продолжает продвижение. Но вот этого студика даже все эти титаны не смогут забить. Знаете, они командиры-то смогли забить. Но у этого, блин, у него здоровье в два раза больше. А реген в пять раз больше. А то и в шесть. Так что, соответственно, ДПС, чтобы его пробивать уже. Он еще и варчаржит. Ух ты, да. Юти правильную тактику выбрал. Идти в мега рэмбо. Да, 21 минута сейчас. Много времени прошло. Можно было построить даже и тот. Но он решил поприкалываться. Помните, я вам говорил, что он бывает прикалывается. Я думаю, его прикол будет в том, что он, наверное, хочет построить масс-масс именно вот этих вот оверчарджевых рэмбо студентов. Вот они. Горбатые, тощие, с зауженными брюками. Все по моде. Современные зато при этом. Так, ну вот здесь отряды титанов. Сталкиваются с другими отрядами титанов. Турбо-2-то жив и весел, кстати. Он из этого угла никуда не уходил. У него продакшн никогда не останавливался. Он готов защищаться. У него много и своих. У него даже свой воздушный флот есть. Ему не нужно, чтобы... Хотя, как не нужно? Он и есть воздушный игрок, кстати. О, такой-то он и есть. Ну ладно. Да, тогда флот у него, конечно, свой имеется. Понятно. Так, ну ладно. Здесь пока бои, как это говорится, там позиционного значения или фиг знает местного. Но здесь тоже, в общем-то, местного. Здесь, правда, скорпиончики. Антиэйр. Т-3 установки. Очень крутые и очень дерзкие. Вот здесь реально рядом с ними, где два скорпиона стоят. Это бесполетная зона. Сюда нельзя лететь ни бомбером, ни разведчиком. Ну разве что масс-масс-масс истребители там мимо пролетят. Ладно, особо не заметят. Но все равно неприятно, естественно. Титанов все-таки больше у черного. Рыжему приходится заниматься на разных участках ТВД. Соответственно, здесь он будет проседать. Скорее всего, может быть, подкопить еще немножечко. Подкапливает. Черный все больше и больше подкапливает. Все больше и больше идут титанов. Он пошел чисто в титанов. Так, Рези пишет. Эксперименталка ставит отметку. Да. Эксперименталки нет, кстати. Это он ошибся, видимо. Здесь строят студиков. Но регеновых. Посмотрим сейчас, что они из себя представляют. Потому что, ну, какой регеновый студик? Это, конечно, не Серафимский, то, что Юди Розовы строит. Это, конечно, что-то пожиже. Контратака здесь от синего. Ага. Стенки. Возвести. Вот эти окопы, оборонительные сооружения. Возвести не удалось. Вовремя они были запознаны. Запознаны. Синий вовремя пришел. У него еще и персевали. Вот очень хорошо, что он в своих титанов. Он подмешивает щитовые. Он подмешивает антиэйр. Он подмешивает персевали, которые бьют тяжело. Медленно ходят, правда. Это затормаживает. Но они тяжело бьют. Тяжело. Ох ты, антиэйр Скорпионов полетел. Ну, разведчик не жилец, конечно. Там оверкил прям был. Оверкил вообще по нему, по количеству залпов. Так, полетели истребители от красного. Возможно, зря. Зрявенько, зрявенько. Ну, сейчас заберут немножко истребить здесь. Но зеленых как будто больше. Ох ты, я не знаю, почему он пошел в эту атаку. Смотрим за лимитом у красного. 95. У зеленого 300 воздушного лимита. 300. Ну, конечно. А, тут еще и рыжий. А, ну, рыжий, правда, помогает против зеленого. Может быть, объединенная их армада что-то и сможет сделать. Но красный, как мы видим, становится потихонечку. Все меньше и меньше. Ё-моё. Вот еще и в хвост им зеленый уселся. Да. Истребители сейчас, я думаю, потеряют много. Но зеленого-то проредили, кстати. Штурмовики, мотыльки голубые. Антиэйром тоже отличаются хорошим. Они отличаются сильным антиэйром. Итак, и смотрим по результатам. Красных нет, практически уже нет. Рыжих вообще истребителей я не вижу. А зеленого все так же много. Да. Зря. Помните, был 300 лимит. 227 лимит. У красного теперь 28, а было 95 воздушного лимита. Тяжело, очень тяжело. Мы знаем, что это такое. И, в общем-то, ну, это был слив воздуха со стороны белоруса. Велдшмерц. Что-то на немецком, наверное, не знаю, что это значит. Велдшмерц. О, господи. Жесть какая. Ну, он грид достраивает. Дальше вот у него еще истребители. В принципе, если он еще не будет сливать. Так истребители, дорогой, по связи не надо было сливать. Ну, может, он подумал, что совместно с рыжим они зеленого победят. А нет, не победили. Зеленый фарм с лети. У него билды лучше. У него грид как будто даже меньше. Грид это сетка. Видите, сетка заводов, окруженных электростанциями. Они соединены. Соединены вот здесь вот спецэффекты такие, какие-то проводки. Типа, висящие в воздухе. А, соответственно, здесь спецэффекты такие проводки, которые тоже висят в воздухе на постановочках. Так вот, этот грид даже больше у красного. У него больше заводов. А истребителей все равно меньше. Ну, билды, видимо, похуже. Но нормально. Уилли, он играет сколько лет уже. Я с ним касты делал в 15-м году еще. Фарм с летием у него был никнейм. Так. Это что полетел? А, артиллерия уже, Т-3 появилась. Постепенно будут пробивать дальше с дальнобойных орудий. Или это Т-2 артиллерия? Да, Т-2 артиллерия. Одна установка, вторая строится. Сейчас будет окружена щитами. Вот она разворачивается и будет наносить залпы. Главное, чтобы туда вот один залп пошел. Еще один, пожалуйста, чтобы проследить. Не для красоты, для зрителей. Ну, пожалуйста, подольше, побыстрее. Можно как... Он вообще не стреляет. Ну, ясно. То есть, зря все это было. Зря. Вообще, вот это можно пробить. Здесь щиты не стационарные, а мобильные. Они послабее будут. Три тысячи. Поэтому можно пробить. Вот они, два залпа. Не, это один. Один залп артиллерии. Я уже думал, что он синхронизировал. Вот сюда попал. Даже не задел. Ясно. Пока что эксперименталок мы не видим. Ребята идут с гигантским количеством массы. Очень много здесь ресурсов. Гораздо больше, чем ребят на Дуал Гэппе, чем на Ситоне. Здесь просто в два раза в два больше массы. И они идут не в массы эксперименталки. Они идут в спам Т3. То есть, знаете, Т1 спам, да, когда много Т1 юнитов. Здесь они идут в спам Т3. Причем тупо Титанов. Ну, я думаю, что Титаны выбраны из-за их маневренности, из-за скорости. Почему без Персивалей? Ну, чтобы можно было управлять этим отрядом более динамично. Расстояния-то большие сейчас. Все-таки карта 20 на 20 километров. Ну, обрезано. То есть, 15 на 15, но не 10 на 10. Нет, это большой масштаб. Расстояния большие. А если были бы Персивали, они затормаживали бы Титанов и не успевали бы вовремя подойти. То есть, он хочет динамичные наскоки выполнять ими, насколько я понимаю. Либо ему просто лень. Ну, да. Либо просто лень, или он совершает ошибку. Не знаю. Но Рыжий тоже в одних Титанов идет. Ради быстрых наскоков. Может быть, рассчитывал здесь по углу пройти. Да. В целом, эта техника вайабл. Тактика эта вайабл. Она рабочая. То есть, он может сюда пройти, сюда. Поуничтожать вот эти масс-экстракторы. Почему бы нет? Так. Эксперименталка есть. У Блодера. Толстяк. Двигается он сзадом. Вот у него перед. Вот у него зад. Соответственно, он им двигается. Но вот этих студников. Помните, я говорю, что Юди начинает их строить? У него было штуки две их. Теперь гораздо больше. Давайте посмотрим на них поподробнее. Мне кажется, они сыграют свой урок сейчас в этом вот, так сказать, контрнаступлении. 16 штук. 400 урона, ребят. Оверчарж 15 тысяч. У него еще тактички есть. Ё-моё. Да неужели? Да нет, да нет у него тактичек. Да ну вы что? Ну да, нужно отапгрейдить. Апгрейда нет сейчас прям на тактичку. Ну потому что радар у него. Это увеличивает рейндж и стрельбы, и радара. Ну, в общем, жестко. Что сказать? 6 тысяч оверчаржа вроде. 15 тысяч оверчаржа. И 400 урона обычные выстрелы. Вот смотрите, их 16 штук. Например, здесь находится 10. Один залп, это 4 тысячи урона. 4 тысячи это один залп. И стреляют они, смотрите, как быстро. Залпы очень быстро идут. И оверчаржа мы можем без оверчаржа считать. То есть два залпа, это один персеваль. Один. Наверное, даже один залп, это один персеваль. Потому что студиков уже не 10 здесь, а больше. Соответственно, ну просто уничтожение Т3 спама, даже персевального будет. Будет правильно блогер делает, что подстраивает реводжеров. Пулеметы понадобятся. Ему еще щиты строят. Пулемет. Только пулеметами можно это убить. Эту дичь. Вы посмотрите. А он даже уворачивается. Юди хватает микро, чтобы уворачиваться индивидуально студиками от пулеметов. Да, такое ощущение, что вопрос времени, когда снесут этот блокпост. У реводжеров уже желтое здоровье. Это несколько оверчаржей вошли. Вот эти студики Юденского, они злые. Ох ты, злые. Даже Толстяк не поможет, кстати. Где он? Все сдох, что ли? Блогеровский-то. Похоже, что да, доконали его эти студики. Все, блокпост снесен. Даже был не вопрос времени, а так. Типа прикольный телепорт. Кто это был, говорит. О! Вашмерс и телепортится! Он телепортится! Это мув от клоуна, говорит резину в верхней. Блин, молодец, какой белорус. Смотрите, он телепортируется. Он уничтожает грид. И грид разносится потихонечку. И успешно. Нет никакой защиты от телепорта. Они строили вот его ушалы, но не успели. И он сваливает. Ух ты! Хороший мув. Часть грида уничтожена. Бесплатно, дорогие друзья. Бесплатно. Красный причем отдал все заранее, чтобы на тот случай, если он сдохнет. А! Так вот он был здесь. Он еще телепортился дальше. Сейчас оценим масштаб его урона здесь. То есть Велдшмерс устал от игры белорус. Да, видимо решил подслиться. Может быть он увидел вот это нахождение от Юденского. Помните я говорил, что вообще если Юди сверху, плюс еще вот фармслетий зеленый, то конечно да. Стоило бы, наверное, подумать о том, чтобы выйти еще на этапе лобби, наверное. Еще в начале игры выйти можно было. Но здесь урон небольшой. Ладно. Просто вот этот урон был классный, если бы красный остался в игре. Вот если он остается в игре, это классный урон, да. Но так как в игре он не остается, то это слив, это не очень хорошо уже. Так, Белинюка пишет. С нижних уже Белинюка, видимо, полетит. Так, верхний присылает своего колосса. Но здесь уже есть мегалит. Колосс, вы видите, притягивает Персивали. И какой же это халявный ДПС. А какой он халявный. И он прекрасен еще. Лоялиста притягивает. И еще притягивал, кстати, Персивали вот этого. Но так как колосс сдох, то действие заклятия прекратилось. О, разведчик еще мимо пролетает красиво в 3D на разных слоях. Так, этот взрыв, это Белинюка, что ли? Куда? Куда, правда, непонятно куда. Ладно. Тем временем, однако, у желтого готово охваться. Возможно, попробовать немножечко подзбрить с лица карты. Вот этих студиков юденсовских. Вот он вылетает. Угу, будет подзбрить. Прямо, кстати, по отряду. Ну, хорошее целенаведение. Посмотрим эффективность. Просто у них очень большой регент. Тяжело будет. Тяжело, тяжело, тяжело. Ну, ну, ну. Давай так. 29 тысяч здоровья. Ну-ка. 18 тысяч здоровья. Ага. 11 тысяч снесено, да? Ну, уже немедленно еще залп. И щиты строятся. Ох ты, как Юди быстро реагирует. Смотрите. 13 тысяч. То есть минус залп охвастцы. У этого щита здоровье. Тринус залп. Второй щит. Еще минус залп. Тут, кстати, Персивали подходит. И три щита. Еще минус залп. Все. Все. Юди полностью купировал усилия этой охвастцы. Ну, смотрите. Микрит, Микрит. Нет, летает. Еще залп. Есть еще залп. По щитам. Щиты забирает себе этот залп. Есть еще один щит. Тяжело, тяжело. Вместе с Персивальными пытаются сразу же этих студиков избавиться от них. Потому что если они пройдут дальше, тяжело будет от них избавиться. Тяжело, тяжело. Но пытаются. Так, еще залп там был. По щитам вроде ударил. Да, просто купол высокий. Поэтому мы не увидели полета снаряда. Он сразу разбился об купол. И как мы видим. Смотрите. Видите здоровье, да, у них? Уже 22 тысячи здоровья. Оп, еще залп. А было 18. Уже 22 тысячи. Максимально 32. Он сейчас за минуту оставшийся отрегенит. Короче, это полный провал. Это полный провал в попытке уничтожения этих студиков. Они все отрегенили. Сохрани, пишет белый рефан на охвасту. Сохрани охвасту. Видите, еще залп. Смотрите. 29 500. Хопа. 18 500. Сколько это получается? 11 тысяч урона. 11 тысяч сплэшевого урона. И смотрите. Ну все. 18 500. Уже 21 500. Уже 3 тысячи восстановлены из 11. Уже 3. Да ты что? Их невозможно пробить охвастцей. Нужно ДПС-а гораздо больше. Нужно 3 охвастца, блин. 2 залпа с 3 охвастц. Ну вы сами понимаете. 3 охвастца пробивают уже что угодно. Там любые базы. Так. Тем временем голубой еще и царя построил. Выжигает здесь левый фланг. Ребят, правые терпят. И терпят очень дико. Они терпят. Они не кайфуют абсолютно от этой игры. Так. 20 стантеер установок здесь построят. Точнее стоят. Стоят. Так. Реведжеров строится у блогера. Только большое количество реведжеров. Вот охвастца опять. Охвастца правда падает. Истребители по ней. Но залп есть. Залп есть. И вы смотрите. Сами оцените. Да. 15 тысяч здоровья у студика. 15 тысяч. Вот мы сейчас за ним проследим. Хотя по ним и реведжеры стреляют. Уже 14 тысяч. Ну может быть. Ладно. Просто он отрегенит это здоровье максимально быстро. Так. У блогера сколько у него реведжеров здесь на экране? Много. 15. А это Т2. Это не реведжеры. Ладно. 18 рев. Вот это ладно. Вот это может быть. Реведжеры. Может быть. Только они способны студиков уничтожить. Но нужно по одному. Нужно по одному фокусить. Потому что смотрите. Если они будут распределять свой урон по нескольким вот этим роботам. То каждый робот будет регенить по одному пулемету. Легко вообще. Нужно именно по одному прокликать. Ну. Пока что он по антиерус стреляет. Это против охваст. Но я думаю это уже не нужно. С воздуха ничего не может их убить. Это имба. Это имба. Блин. Я сейчас на хайпе. Дорогие друзья. Все. В нижней вроде как побеждали. Но сейчас у них ситуация. Ну не патовая. Но плохонькая. Так. Здесь заход от синего нейтрона титанами. Те самые динамичные мобильные сквады. Конечно будут уничтожены. Но их тупо мало. Тупо мало здесь. Там эксперименталка. Два мегалита подтягиваются. Медленно. Тягучие. Как червяки жирные. Но с ногами. Ну короче мощные. Это крутые ребята. Они уничтожат здесь все. Постепенно в осадном режиме. Начинают зачистку местности. Может быть рыжий стабилизирует здесь ситуацию. Но здесь что делать ребят. Три взрыва студиках мы видим. Я уверен. Это не взрыва от вот этих розовых. Это взрыва от вот этих кибранских. Тоже рэмбо. Эээ. У них 400 регена. Ух ты. У этих-то по 270. У этих по 400. Блаз счет отвечает своими ребятами. Но у них правда 300 урона. У них 300 урона. А не 400. И без оверчарджа они. Но зато их фиг убьешь. Они могут строить например Т1 пушки. И Т1 пушки уничтожать. Вот это вот все. Шаблу. Ну не знаю. Посмотрим. Так еще толстяк. Пока отогнал. Блогер отогнал. Юди сам отступает. Но блин. Если он накопит в два раза больше таких студиков. Он и этот блокпост просто разнесет. Просто нужно будет отдать команду движения. И он разнесет все. Но здесь строится Yolanda. Так ребят. Все. Ситуация меняется 20 тысяч раз в секунду. Верхние. Что они? Они не знают. Верхние не знают о том. Что скоро они проиграют. Здесь строится Rapid Fire. Экспериментальная ядерная установка. Она стреляет ядерными ракетами. Только как пулемет. Вы такие. Так это же имба. А я такой. Ну да. Это имба. Поэтому надо ее уничтожать. Но это всего лишь одно здание. С 12 тысячами здоровья. То есть как бы. Можно его уничтожить. А оно очень дорогое. Если ты эти 12 тысяч здоровья. Всего. Всего 12 тысяч. Без регена. Если ты их пробьешь. То куча ресурсов твоего оппонента. Владельца вот этой вот шахты. Будет в труху. Поэтому в принципе баланс есть. Но по урону это имба. И чтобы сбить эту ядерку. Нужно не один заряд анти-нюки. Анти-ядерки. А два заряда анти-ядерки. Поэтому истощены запасы анти-ядерок у верхних. Если они у них есть. А должны быть конечно. Будут очень быстро истощить. Так. 11 тысяч урон. 21 тысяч. Хоп. Десяточка. Да. Еще один залп. Ахваса. Но не на полном здоровье. Десятку потерял. Еще один залп. И этот мегалит будет умершвлем. Будет ли он делать этот залп? Игра уже подтормаживает. Ребят. Просто ваханали на обоих флангах. По центру кстати особо не сражаются. Ну там горка. Никому нафиг не нужная. Так. Еще один залп. Сюда я даже не успел посмотреть что тут было. Титаны что ли? Испепелено. Просто. Испепелено. Ребят. Ё-моё. Что за игра? Не. Ну как-то даже не стыдно. Как-то даже не стыдно. Блин. Такое на канал заливать. Ребят. Или на бусте. Нет. Не стыдно. Абсолютно. Мощно. Смотрите. А где студики так сказать? А. Он решил пойти немножко в обход. Да. Блогер. Даже со своего блокпоста выдвигается вперед. Двумя толстяками куча их инженеров. Чтобы они пособирали. Вот инженерам отдан приказ на реклейм. Ну реклейм типа это всасывание вот этих металлических остров оставшихся. Ну смотрите. Толстяки вот они стреляют. Но мы уже знаем. Мы уже видели это вот. Наносится урон. Урон нанесся. Да. А дальше то что? Это все будет отрегенено. Это пустые снаряды. Пустые. Но хорошо что они не скончаемые. Для нижних. Так. Сюда ядерка направлена со стороны верхней. Чтобы наступление сдержать ядерным вооружением. Но. Проблема. Тут один мегалит и все. Второй подходит. Как раз таки под ядерку. Но не подойдет. А может и подойдет под ядерку кстати. Просто здесь одни инженеры. А. Это Билли Нюка. Ну у нее вообще урон маленький. Зато дешевле и быстрее строится. Лол. Билли что ли? А. Турбо 2 спрашивает. Рыжий. Лол. Это и правда лол. Да. Они против мегалитов даже особо будут неэффективны. Потому что мало. 12 тысяч урона. Ну так там много. Но. Просто у мегалита здоровья. Так извините меня. Побольше будет. Так. Ахваса выпускает снаряд. Куда? По толстякам что ли? Ё-моё. Минус щит толстяка. Почти весь щит просто в минус. Да. Юди походу что сейчас будет еще раз пытаться. Ахваса упала. Кстати. Антиэйра много. Ну истребителей у Блодера. Блодер свою уже построил. Воздушную дивизию. Понимает что. А ну как свою. Просто грит у него достался от красного белоруса. Который помер от. Ну. После телепортов. Так. Ну что. Есть. Будет первый зап. Будет первый зап. Походу будет первый зап. Ёлон. И вот он снаряд. Он уже построен. Мы ожидаем. Почему его нет? А вот он что-то вырастает потихонечку. Видимо залп санкционирован. Да. 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 Залп. Ёлоны санкционирован. Ожидайте дорогие друзья. Ожидайте. Прямо в экран. Ё-моё. Ох. Затрясься. Аж затрясься. Это взрывы студиков. Видимо там в отдалении. Экран трясется. Не от залпа. Студики взрываются. Да. Все-таки Юденского. Некоторых. Некоторых студиков удалось пробить. Смотрите. Здоровье аж красное. Много. Много ДПС насылают. Прямо сейчас. Мегалит еще есть. У Бласт Чилда. Вместе с Блодером. Ну видите. Блокпост Блодера остался жив. А Юди идет пониже. Ёлона первая. Сбита Антинюка. Антинюк. Ну нужно две Антиню... Эээээ. Ээээ. А где вторая Антинюка? Где? Нейтрона. База выжигается. Все. Нижние начинают камбечить. Дорогие друзья. Нейтрона пытается отойти. Но взрывная волна, Йолоны постепенно должны его настигнуть Она не сразу бьет Она не сразу, все, настигла нейтрону Он писал, лол, я что, выжил что ли? Ай, нет, говорит, нет Так, минус один, минус вот этот радиус Все в нем испепелено, ладно Вот все в нем испепелено, Йолоны И внимание, ребят, вторая уже на подлете Видите, как она быстро стреляет, как пулемет вулкан Вторая Йолона, тяжелейшая установка на подлете Куда? Куда? Да, но студики от Юди, ребят, очень тяжелые Если они сейчас дойдут до Йолоны, а они идут именно туда Студики вот эти розовые идут именно в сторону к Йолоне Они идут, и они уничтожат ее И тогда верхние, в общем-то, продолжат дальше наступление Хотя, вы знаете, Рыжий и сам хорошо справлялся Надо отдать должное, надо признать его мегалиты Вот именно мегалитам не смогли ничего противопоставить Верхние, так, вот этот радиус испепелен, даже гриду досталось Видите, просто Йолона, она стреляет, когда Взрывается, не сразу видны последствия А, Йолон и по студикам решает жахнуть Неплохо Он понимает Он понимает то, что студики-то это грозное оружие Ну вот смотрим, сейчас пойдет взрывная волна Когда 23 тысячи здоровья Ну-ка, не дошла, успели отойти От Йолоны фишка в том, что пока взрывная волна расходится От нее можно отойти, да, да То есть она растянута по времени Можно отойти Так, есть вот студик, но маловато, маловато ДПС Хотя у него регена тоже все-таки маловато Есть Вот, кстати, паук может выжигать студиков Потому что у него ДПС должно хватить У него все-таки ядерный луч Куда направлена эта Йолона А, он решает по базам стрелять Он говорит, ладно, фиг с ним, с этими студиками Может как-то мы отобьемся А, не-не-не-не-не-не-не, есть, есть Есть, это другая Это следующая Йолона Уже сюда полетит наверх А это прям студиков Так, взрывная волна Поэтому нужно их уничтожать Нужно, нужно, потому что они очень сильны Мы видели, есть Достигла одного Но второго взрывная волна уже не настигла У него много здоровья Так, они прошли пятеро Пятеро прошли Здесь есть еще транспорт Транспорт, лучше их не сажать Потому что со смертью транспорта У которого всего 7500 здоровья Будут сдохнуты дорогостоящие студики Так, вот они идут против Мегалита Посмотрим, у Мегалита 110 тысяч здоровья Чекаем, чекаем Сейчас пошли оверчаржи Пошли оверчаржи массово 110 тысяч здоровья у Мегалита И вот эти студики имбовые Пошли оверчаржи, уже половины здоровья нет Что ты будешь делать? Подходит транспорт А транспорт подвез еще четырех Еще четырех подвез Юдин сюда, все Минус Мегалит Да что ты будешь делать? Даже вот эти штурмовики, ну Т2 Ничего они не смогут сделать против этих студиков Ну там еще один Мегалит, ладно Смотрим, здесь правда по голубому Хорошая атака пошла Да, Турбо 2 смог развернуть левый фланг сам Не, ну ладно Ну сам смог, плюс еще тут 2 елоны попали Хорошо, хорошо, конечно Ну он продолжает атаку Ну здесь Юдинский движется дальше Наносит урон По Мегалитику был урон Но студики пока остановлены Хорошо, вот сама Елона Елона здесь Аааа, они выходят Эсперанто желтый пишет, что из этой игры уже можно выходить И они выходят Зря, мне кажется, вот этих студиков, которые были розовые, стали зелеными Мне кажется, можно было бы посмотреть еще на их атаку Они могли бы забрать Елону Но правда от этих Мегалитов на левом фланге отбиваться возможно было уже нечем Юди оценил С Фармс Лити зеленый оценил свои шансы И поняли, что в общем-то да, были переиграны Дорогие зрители, надеюсь вам понравился этот каст Отличный, как по мне Ну сама игра, а уже комментирование Дело вкуса Спасибо большое вам за поддержку Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания И конечно же Денежных средств Спасибо за внимание До свидания